Я поддержу двух выступающих нашего депутата, что действительно должны реагировать, если уже вмешиваются депутаты Государственной Думы. Он боролся с пивной мафией в Нижегородской области, нашу, говорит, фракции, и с коррупцией. И вот за это поручили местным отморозкам проучить депутата. И ни один правозащитник слова не открывает. Вот почему я с ними борюсь. Никто, все журналисты молчат. Мы всех информируем, все молчат. Ай, сбили, подумаешь, ЛДПР, да? Но стоит на хвост наступить какому-то с болотной, весь мир на ушах. Обидели. Вот они собрались в Литве. Имеют право передвигаться, все, кто хотят. Но там Гозман участвует, он имеет передачу на государственном радио. Что это такое вообще? Государственное радио дает работу и деньги человеку, который едет на антигосударственную, антироссийскую, антиправительственную сходку. И за это получают деньги, видимо, от тех служб, которые его пригласили, и от нас. Там же участвует наш депутат, Пономарев, в наглую, с улыбкой на лице. На его машине разъезжают экстремисты по Москве. Телефон мобильный от Госдумы оплачиваемый экстремисты пользуются, он ему не нужно. И тоже выезжает на сходку в Литву. Праздничная сходка. Вместо празднования Дня Победы они планируют там в будущем другую победу свою праздновать. Возрежь, конечно, вина руководства фракции «Справедливая Россия». Это таких людей они подобрали в лице вот Пономарев. Идут там несколько уголовных дел. Будем надеяться, что правоохранительные органы доведут до конца. Но это недопустимо. Представляете, депутат американского конгресса выехал бы в Венесуэлу. Туда. На сходку антиамериканских сил. Да его бы арестовали при возвращении в аэропорту. Это же вообще немыслимо. Или депутат немецкого парламента выехал бы там в Сирию сейчас и поддерживал бы там какую-то группировку. То есть депутаты не имеют права участвовать за границей в каких-либо антиправительственных, антигосударственных сходках. Пожалуйста, не имеют права проводить мероприятия свои. Но когда-то явно выраженный уже антигосударственный характер, то здесь Государственная Дума должна принять решение. У нас же есть комитет по регламенту. Мы, мавроди, досрочно прекратили полномочия. Это экономическое преступление, мошенничество. А здесь политическое мошенничество. Я тоже надеюсь, что мы доведем дело до конца. Если уж мы старшего Гудкова лишили полномочий, присутствовал на каком-то собрании. Частично занимался бизнесом. Слушайте, здесь-то в открытую идет антигосударственная линия. И он продолжает оставаться. И получает деньги из бюджета страны 22 миллиона. Вот так, немножко, на конфетки, на пиво прокатиться где-то. 22 миллиона рублей за один год. Это нужно с этим заниматься. То, что касается миграции, правильно. Мне нравится, коммунисты стараются очиститься от большевизма и от сталинизма. Переходят на рельсы нормальной государственной такой партии. Но, может быть, не понял выступающий, что введение заграничных паспортов это этап. После этого будут введены визы. После этого визы будут резко ограничены. Если сегодня приезжают миллионы, будут приезжать 5 тысяч в год. Вы хотите быстрее? Вы быстрее сделали в 17-м, в 91-м. Все рухнуло. Если мы сейчас введем визы без Таджикистана, они повернутся к Афганистану. Мы получим влияние талибов на киргизской границе. Это слабенькая страна, она рухнет. И начнется война между Казахстаном и Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Поэтому здесь это нужно понимать. Что теперь хотя бы давайте постепенно делать. Вы уже поторопили Горбачева. Что получили? Я сейчас жестче делал. Но он поломал жестко. Горбачев с ошибками, но берег страну. Пусть была бы конфедерация. Но не было бы Беловежской пущи, не было бы Крым, так сказать, в том положении, как сейчас. И вообще все остальные вопросы. Нам не нравится. Давай быстрее, давай больше. И рабочий класс против Горбачева, и все коммунисты против него. Ну вот он жив-здоров, так сказать. А кто совершил всю эту кровавую бучу? Их уже нету. Ни Гайдара, ни Ельцина. В этом ошибки у нас есть. Вы не отвечаете за ошибки Сталина. Ленина и даже Брежнева и Хрущева. И сегодня они молодцы. Я считаю, Сергей Евгеньевич, может быть, благодарность объявить Зюганову. Поскольку он отсутствует, но все не услышит. Можно ему объявить благодарность за резкое изменение курса в отношении миграционной политики. И правильную постановку вопросов, что нам вред от большого приезда низкой квалификации рабочих. Растет болезнь, криминал. Все это известно. Но действительно не хотите нас поддержать? Сами выставите какое-то предложение, закон. Мы поддержим вас! Спасибо, Владимир Владимирович.